Друзья, сегодня многим почему-то захотелось пойти куда-то голосовать. Ну, в общем, как и обычно, избирательный участок обладает какой-то невероятной притягательной силой, как будто бы хоть когда-нибудь эти избирательные участки меняли нашу жизнь к лучшему. Но этого никогда не было. В советский период избирали одного человека, одного, кого партия указала, за того можно было прийти и проголосовать. Я не знаю, сколько ходило на избирательные участки, может быть, 80%, но они записывали там 99,5%. То есть вот все, все население тотально тащилось на эти избирательные участки. Для чего? Для того, чтобы поддержать родную партию, которую в конце ее существования уже все ненавидели. Потом начались альтернативные выборы. Ну, может быть, вот в 89-м, 90-м годах какие-то были элементы справедливости, поэтому некоторое количество достойных людей просочилось в народные избранники. Но не будем об этом сейчас. Ситуация абсолютно другая. Сколько бы вы ни голосовали, назначат депутатом того, кого определили те, кто захватили власть. А зачем тогда мы вообще участвуем в этом процессе? Зачем мы участвуем в этих процедурах? Тем более сейчас, когда мы никого не выбираем. И если нам начинают рассказывать, что мы защищаем русский язык, защищаем культуру, у нас там куча всяких новостей, новаций, как их называют, новаций возникает в Конституции. Вы верите в то, что эти новации реально пойдут в жизнь? Подождите, 20 лет такая же мразь, которая сейчас сидит в Кремле, правило. И в той Конституции Ельцинской тоже было записано много чего правильного. Они исполняли Конституцию? Нет. Не в малейшей степени. Они плевали на Конституцию. И самое яркое воплощение вот этого плевка нам в физиономию, это третий и последующий сроки правления Путина. В Конституции черным по белому написано. Два срока подряд и все. И во всем мире ровно то же самое. Можно один срок. Если на следующий срок тебя не избрали, ты уже никогда не будешь президентом. И так и записывалось в Конституцию. И вдруг какие-то прохиндеи, в том числе из Конституционного суда, стали говорить, а если не подряд, то можно. Если бы это было можно, это было бы записано в Конституции. Нельзя домысливать правовые нормы. Если там этого не записано, значит этого и нет. И это не тот случай, когда если не запрещено, то разрешено. Это разрешено гражданину, если ему что-то не запрещено, если чего-то нет в законе. А для Конституции то, что записано, то должно исполняться буква в букву. Буква в букву написано. Два срока подряд, не более. Кто сейчас тогда правит и придумывает нам новую Конституцию? Те, кто захватил власть и удерживает ее насильственным путем и тотальным обманом. То есть тотальные лжецы и оккупанты. И они там нас приглашают на избирательные участки. И многие говорят, ну мы пойдем проголосуем против. Кому интересно, что вы там, где крестики поставите в избирательном бюллетене? Для этой власти интересно только одно. Чтобы вы пришли и создали иллюзию массовой поддержки самого процесса голосования. Как вы проголосовали, им совершенно неинтересно. Они уже давно привыкли фальсифицировать любые выборы, любые голосования. Они впервые идут на плебисцит. Почему плебисцит? Не референдум. Потому что изменения в Конституции уже вступили в законную силу. Фальсифицированное народное представительство, в кавычках оно народное, оно ненародное, антинародное, оно уже проголосовало. Уже всем известно, что эти поправки действуют. Так вы зачем пойдете голосовать? Вы пойдете голосовать, выразить протест или выразить поддержку? Вот все, что вам предлагается. Но реально будет то, что запланировано и уже объявлено. Им нужно, чтобы пришло на избирательные участки процентов 65 граждан, и они объявят о 70-80% поддержке их поправок. Вот и все. Вот это задача, которую они ставят. И вы помогаете им решать эту задачу. В чем смысл этого действия? Смысл возникать только в одном случае. Вы приходите на избирательный участок, заходите в кабину для голосования, ставите крестик против, и больше ничего. Если вы там что-то еще нарисуете, напишите, долой скотов там и так далее. Ну, впрочем, и это сойдет. А потом вот так бюллетенчик свой и делаете, и делаете фотографию селфи. И потом выкладываете это в сеть. Тогда это имеет значение. Но я уверяю, это сделает ничтожное количество от общей массы избирателей. Вообще сделают что-то разумное, придя на избирательный участок, ничтожная часть. Да, проголосуют против, но это не имеет никакого значения. Результаты уже известны. Поверьте, они уже записаны в Кремле. Никого не интересует, как вы проголосуете. Главное, чтобы вы пришли. Хорошо, если вы не можете не ходить, тогда вы идете и делаете так. Бюллетень, фотография, в сеть. Но большинству я предлагаю не ходить на это мерзостное мероприятие, которое является продолжением того тотального обмана, в котором мы живем. Я предлагаю вам выразить свое неприятие этого голосования тем, что вы не приходите, но одновременно вы выступаете, вы в социальных сетях присутствуете, везде напишите. Я ненавижу эту власть, долой эту власть. И голосовать я с ней не буду никогда. И с ними никогда ни на каких мероприятиях я не встречусь, потому что у меня для них только одно слово. Пошли все вон. Россия, русскую власть. Слава Руси, Господи спаси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова